Вместе не только веселей, но и плодотворней. Инспекторы ГИБДД провели очередной совместный рейд с судебными приставами. В центре внимания злостные неплательщики. Не только на причастность по нашей линии ГИБДД, но и за неуплату алиментов, за неуплату коммунальных счетов и так далее. Приставы и инспекторы работают сообща. Дорожные полицейские останавливают почти каждый автомобиль в потоке. Водителей проверяют документы, а заодно пробивают их по базе данных судебных приставов. Если за автомобилем числится долг, есть несколько вариантов развития событий. Все зависит от должника. Если у него есть возможность прямо сейчас оплатить на месте долг, он оплачивает прямо сейчас на месте. Если нет такой возможности, должник сопротивляется. Соответственно, мы накладываем арест либо на его автотранспортное средство, либо на имущество, которое будет при нем. Если такого имущества нет, вручаем ему повестку для того, чтобы он явился на прием к судебному приставу. В последнее время должников, по крайней мере по штрафам ГИБДД, стало значительно меньше. За 4 месяца 2017 года выявлены 654 нарушителя, тогда как за аналогичный период прошлого года в два раза больше. Все из-за пряника от законодателей. Налицо идет явное снижение, конкретно на 38%. Связано это, конечно, с нашими нововведениями, в частности, статьи 32.2 Кодекса административных правонарушений, который гласит о том, если заплатить штраф административный в течение первых 20 дней, можно оплатить половину. Но есть еще и кнут. Неоплаченные вовремя долги удваиваются, а злостные неплательщики теперь могут лишиться не только имущества, но и водительского удостоверения. Соответствующий закон уже вступил в силу. Он очень хорошо работает, особенно в сфере алиментов и в сфере должников, которые злостно не платят штрафы ГИБДД. Конечно, всех этих неприятностей можно избежать. Проверить, должен или нет, можно, не дожидаясь, когда остановят инспекторы. На портале судебных приставов это занимает несколько минут. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.